Почти 400 жителей региона заразились коронавирусом за прошедшие сутки. 12 человек пополнили официальный список умерших от ковида. На фоне таких рекордов областные власти провели массовые проверки и открыли дополнительные пункты вакцинации. Еще один заработал в торговом центре «Аура». Антиковидную хронику за день собрал Александр Сульдин. Прикладывайте сюда. И проходите. Спасибо. Школа номер 29. Чужие здесь не ходят. Бдительная охрана проверяет документы у заместителя губернатора. Выдают карточку гостя. Это правило безопасности. Тебе удобно вообще проходить? Надо заранее карту доставать, то потом долго будешь искать карту в портфеле. Ты же привыкла? Да, более-менее. Свои барьеры и против инфекции. Школьники не ходят по кабинетам. Весь день занимаются в одном. Вот, например, урок УБЖ идет в классе истории. В столовую не все разом, а только по 50 человек. На время пандемии ввели веерное расписание. У каждого, так скажем, сегмента, групп, классов есть свое начало уроков. Начинается первая волна в 8 утра. И плавненько-плавненько до 12-30 ребята группами ходят на уроки. У нас сегодня 18 заболевших детей ОРВИ и ни одного ребенка заболевшего нет. Ковид, педагогов нет, карантина нет. Заместитель губернатора оценил. Вердикт с безопасностью здесь палку не перегибают. Выполняют все необходимые требования. Дети защищены, социальная дистанция соблюдается. Но так, к сожалению, не везде. Появилась информация. В 175-й школе дети и учитель пострадали от слишком радикальных мер безопасности. Получили ожоги глаз и кожи от кварцевой лампы. Сейчас этот факт проверяют. Мы выводы соответствующие сделаем после оценки и правоохранительных органов. Ну и мы проводим соответствующие педагогические расследования. Новые антиковидные меры заставили многих привиться. Вопреки убеждениям, еще один пункт вакцинации сегодня открыли в торговом центре «Аура». Если бы не день рождения моего брата, куда вчера сказали «кот», я бы не поставила. С работы уводят, если не поставлю. Поэтому придется. Симптомов никаких не было, ничего. Нормально все принесло. Родители тоже поставили. Эта неделя идет у нас активно по вакцинации. За вчерашний день привито 17 444 человека. Включая первый компонент, 11 595 человек и двукратно уже 5849 человек. Мы ожидаем, что в ближайшее время будет нарастать количество привитых вторым компонентом. Прививки, по официальным данным, сделали более миллиона жителей Новосибирской области. Подтверждающие вакцинацию QR-коды уже завтра станут пропуском в рестораны. Александр Сульдин, Денис Савинский. Новосибирские новости. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.